Труд и как награда за него успех постоянные спутники Елены Антонович. Они сопровождают мою героиню с первых дней открытия своего дела. Женщина является руководителем нескольких студий элитных интерьеров. В бизнес она пришла 10 лет назад вместе с дочерьми. Сначала это был Киев, где талантливые дизайнеры стремительно стали завоевывать рынок. Появилась твердая уверенность в своих силах и возможностях, которая, собственно, и подтолкнула Семю Антонович открыть вторую студию в Москве. Московский заказчик отличался. Это были люди достаточно высокого бизнеса. И, конечно, у них другие были совершенно запросы, другие пожелания. Учитывая, что очень длительное время работали в Москве, то и появились уже и заказчики из Казахстана. Казахстан такая плодотворная страна, что здесь настолько легко и хорошо работается. Людям нравится красивый интерьер. Они, знаете, просто влюбляются. Тогда дизайнеры и задумались, почему бы не открыть представительство в Астане. Так, весной 2015 года Семя Антонович открывает филиал в столице Казахстана. Следом представительство появляется уже в Арабских Эмиратах. В Дубае всеми вопросами занимается старшая дочь Екатерина. Астанинским филиалом заправляет Елена. А младшая дочь Света помогает ей творить красоту. Мы всегда клиентам говорим, вы не бойтесь к нам приходить, не думайте, что раз мы делаем роскошные проекты, что мы не сможем сделать проект, который будет, скажем так, достаточно на небольшой бюджет. Мы всегда готовы выслушать, мы всегда готовы сделать свое предложение. Но все равно разработать его так интересно, так необыкновенно, что даже если он будет у вас бюджетный, он все равно будет выглядеть для вас очень роскошно. Если московский клиент предпочитает исключительно классику, то казахстанский заказчик просит разбавить ее восточными красками. В результате получаются бесподобные колоритные решения. Благодаря таким клиентам с разными вкусами и предпочтениями дизайнерам скучать не приходится. Экспериментируя над новыми эскизами, художники открывают для себя весьма необычные решения. Таким образом оттачивают свое мастерство. Микс Востока и классики, он такой, знаете, он такой необычный. Он какой-то со своим шармом получается. Этот интерьер, что даже как-то бывает иногда и словами невозможно все выразить. Первые проекты, конечно, были простыми, рассказывает Елена. Но постепенно, с внедрением модных тенденций, без которых развития нет вообще, работы стали получаться лучше, еще интереснее и роскошнее. Дизайн в действительности зародился, вот если брать интерьеры, если в наших постсоветских странах, достаточно поздно. Если еще Италия шла впереди, и она диктовала моду, она задавалась за счет мебели, то мы, конечно, уже к этому пришли чуть попозже. Это где-то 2005-2006 год. Это были первые клиенты, которые к нам обращались. И даже это был не дизайн. Это многие клиенты, когда начали заниматься своим частным бизнесом, у нас заказывали входные группы, открывали аптеки, открывали салоны красоты. Постепенно, постепенно мы начали приходить к тому, что люди попробовали как бы на своих таких офисных вариантах дизайна и пришли к тому, что уже начали к нам обращаться уже за внутренним дизайном квартир, домов. Чтобы быть всегда интересным клиентом, нужно шагать в ногу со временем. Таков закон моды. Его никто не отменял. Поэтому дизайнеры обязательно посещают выставки в Италии, откуда все модные тенденции в мебели, текстиле, обоих распространяются по всему миру. Итальянцы – законодатели. Вот они как законодатели моды, они законодатели мебели, они законодатели света, законодатели кухонь. Как только на Милане проходит выставка, весь год идет под этими брендами, которые самые-самые такие красивые, самые популярные становятся. Каждый год посещали миланскую выставку и салоне в Милане. Это самая крупная выставка мебельная, потому что на самом деле туда съезжаются со всего мира. Итальянцы всегда задают главный толчок в развитии, потому что потом все от них начинают уже делать что-то похожее, какие-то копии. В любом интерьере важно сочетание цветов. Нынче в моде холодные тона. Но учитывая суровый климат нашей столицы, художники рекомендуют использовать спокойные и нежные цвета. Если брать Казахстан, конечно, надо брать такие теплые тона. Почему? Надо не забывать, какой здесь климат. Если за окошком полгода снег, зима и холод, надо, чтобы наши интерьеры были очень теплые и уютные. То есть побольше добавлять бежевых тонов, но и не забывать и разбавлять их другими цветами, цветовыми гаммами. Сейчас настолько появилось сложных цветовых оттенков, причем в таком количестве, у розового может быть до 15-16 оттенков, у бирюзового цвета точно так же, у синего цвета. И когда они сочетаются с легкими бежими, с жемчужными тонами, это такие вот прекрасные сочетания. Имея большой опыт в создании дизайна интерьера, клиенты могут попросить художников один в один повторить тот или иной проект. Но такого не бывает, говорит Елена. Квадратура помещений бывает разной. У одних комната больше, у других меньше. Поэтому каждый эскиз оказывается эксклюзивным. И работать над ним всегда интересно. А рождаются творения по-разному. Но стоит мастерам побывать на выставках в Милане, увидеть новинки, как концепции идей начинают рождаться мгновенно. Когда мы приезжаем, допустим, на Миланскую выставку, когда видим эти новинки, ну вы знаете, ты два дня или три дня под таким впечатлением, что у тебя в голове это все прокручивается, ты сразу представляешь, что я это в этот интерьер поставлю, а это я буду другим клиентам предлагать, потому что это так будет красиво, это будет так необыкновенно. Но в действительности уже профессия стала каким-то смыслом жизни. Спроектировав дизайн гостиной или спальней, художники показывают образцы материалов в различных цветовых гаммах. В шоуруме представлены новинки и в текстиле, и обоях, и в паркете. Предлагая дизайн штор или мебели, мастера всегда и во всем оставляют выбор за клиентом. Почему? Потому что ему завтра жить в этом доме. И он выбирает для себя тот комфорт, который ему нужен. И это правильно. В нашем шоуруме представлено очень много разных обоев. Большинство из них это Америка, Италия. Абсолютно есть разные. Есть виниловые, флизелиновые, текстильные. В основном идут все новинки. Мы стараемся постоянно менять коллекцию. Что-то привозим новое, что-то меняем, добавляем. Вот из новинок это шелковые обои. Они идут у нас с флоками. Это стеклярус. А вот уже идет шелк с напылением бархата. То есть очень необычные обои. Очень большая цветовая гамма. Это новинки этого года. Шторы – это отдельная тема для разговора. Идейными вдохновителями дизайна занавесок являются Гаухар и Светлана. Ткань, используемая для штор, из Италии. А шьют их местные мастера. Кстати, не только шторы, но и отдельные предметы интерьера дизайнеры заказывают здешним ребятам. После открытия нашего филиала в Астане мы искали людей, которые делают качественно свое дело, знают свое дело. Одним из них стали ребята из Кустаная. Они относятся очень педантично к своему делу. Данный образец зеркала сделан непосредственно в Казахстане. То есть это казахстанское производство. Ранее мы их заказывали непосредственно с Италии, с Болонией. То есть и ткань, и все непосредственно итальянское. Мы начали привлекать непосредственно местное производство. Это исключает фактор доставки, ну и курсов непосредственно. Соответственно, продукт получается по качеству также, часом даже лучше, потому что ребята здесь очень дорожат работой и делают намного лучше. Разновидностей паркета для квартир и домов очень много. От стандартного до паркета с замысловатым художественным рисунком. Здесь несколько пород деревьев. Как мы видим, от клёна, ореха и мирбау. В чём суть именно изящества этого паркета? Что такие деревья, как мирбау, они очень зависят от внешней среды, от температуры, от влажности. И здесь мастера научились так его монтировать. Непосредственно такая технология выработалась, что этот паркет мы можем уложить, и порядка 20 лет ничего с ним не произойдёт. То есть он не поменяет форму, никак не побледнеет. Благоприятный климат в Казахстане помогает иностранным компаниям реализовать свои идеи и мечты. Поэтому у нас хотят работать, хотят творить. Елена Антонович создала рабочие места для казахстанцев. Сейчас дизайнер сотрудничает с местными производителями мебели. Впредь бизнес-леди намерена ещё крепче завязать с ними партнёрские отношения. И готова сотрудничать с другой казахстанской фирмой, которая великолепно создаёт предметы интерьера из стекла. Редактор субтитров А.Сёмкин